Здравствуйте, уважаемые коллеги и клиенты Медикал Геномикс. Мы благодарим вас за обратную связь, благодарим вас за вопрос, который вы задаете нам в социальных сетях. И данное видео посвящено одному из самых популярных вопросов – это установление отцовства в судебном порядке. Данная ситуация может возникнуть, когда ребенок родился в незарегистрированном браке, отсутствует совместное заявление родителей о внесении записи об отце в свидетельство рождения ребенка, а также отсутствует заявление самого отца о происхождении ребенка от данного конкретного отца. Также следует отметить, что все чаще случаются ситуации, когда сама мама препятствует внесению записи об отце в свидетельство рождения. И уж совсем редко, но все-таки случаются ситуации, когда мама ребенка умерла, лишена родительских прав или признана недееспособной, а органы опеки и попечительства не дают свое согласие на установление отцовства. Итак, заявления об установлении отцовства могут подать один из родителей, опекун или попечитель до ребенка. Лицо, на изделении которого находится ребенок. Сам ребенок по достижении им возраста совершеннолетия. И опять же сделаю оговорку о том, что если ребенок не достиг возраста совершеннолетия, но приобрел полную дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак, он также имеет право на подачу такого заявления. Куда подается заявление об установлении отцовства? По общим правилам такое заявление подается по месту жительства ответчика. Но действующее процессуальное законодательство позволяет подать такое заявление и по месту нахождения истца. Что вам нужно? Написать, соответственно, заявление исковое об установлении отцовства и приложить к нему все имеющиеся у вас доказательства. Например, письменные доказательства, показания свидетелей, фото, видео, съемка, сообщения из различных мессенджеров, сообщения из социальных сетей, переписка в социальных сетях и так далее. Дальше вы оплачиваете государственную пошлину реквизиты. Для оплаты государственной пошлины вы можете найти на сайте районного суда, куда вы будете подавать исковое заявление. На настоящий момент размер государственной пошлины составляет 300 рублей. Соответственно, берете исковое заявление, предлагаете ему доказательства, предлагаете ему документ, подтверждающий оплату государственной пошлины и подаете это все в суд. Подробнее о назначении судебно-генетической экспертизы мы рассказывали в предыдущих видео, но я также повторюсь, что вы вправе просить суд назначить экспертизу в конкретное экспертное учреждение либо конкретному эксперту. Более того, вы можете ходатайствовать о том, чтобы забор образцов биологического материала производился иным учреждением. Например, в пределах города, в котором вы находитесь. Для получения формы искового заявления о восстановлении отцовства, для получения формы ходатайства о назначении судебно-генетической экспертизы вы можете обратиться к сотрудникам нашей лаборатории, связавшись с ними по номеру телефона 8 800 775 4194. Они обязательно вам помогут и также ответят на сопутствующие вопросы. Не стоит переживать о том, что сторона может не явиться на забор образцов биологического материала. О последствиях такой неявки мы также рассказывали в одном из наших видео, ссылка на которое будет в описании данного видео. Также хочу обратить ваше внимание, что существуют ситуации, когда сам биологический отец уклоняется от участия в экспертизе и в принципе не признает ребенка. А его родители ребенка признают как раз. В данном случае вы можете провести опосредованное генетическое тестирование, исследовав образцы биологического материала внука и дедушки. Данную экспертизу вы можете провести еще в досудебном порядке и приложить ее в качестве доказательства к исковому заявлению. Также решение суда об удовлетворении искового заявления о восстановлении отцовства является основанием для внесения сведений об отце в свидетельство о рождении ребенка. После вступления в силу решения суда вы берете копию такого решения и приходите в органы ЗАГС для внесения такой записи. Благодарим вас за внимание, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. Мы обязательно состараемся на каждый ваш вопрос. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok